Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Как церковь относится к профессии коуча? Знаете, первое, что приходит на ум? Послание апостола Павла к Титу. Есть много и непокорных пустословов и обманщиков, которым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча чему не должно, и с постыдной корости. Сейчас настоящие коучи возмутились и уже готовы писать в комментарии гневные триады. Ну, не торопитесь, дослушайте до конца. Безоговорочно проблема коучинга существует, достаточно серьезная. Потому что, как говорил один мой знакомый предприниматель, когда я говорил о том, как торговать, как открывать бизнес, мотивировал к открытию бизнеса, убеждал людей, что у них все получится, что они особенные, они исключительные, просто окружающие не видят их достоинств, когда предлагал изменить им образ жизни, отречься от друзей, которые не верят в их, пытался среду единомышленников их внедрить. Тогда я зарабатывал в десятки раз больше, чем сейчас на продаже товаров, хотя и накрутка в десятки раз больше. Делайте выводы, друзья. Нам не хватает мотивации. Особенно тем, кто вырос в семьях, где тебе покупали дорогие телефоны, гаджеты, и тем самым откупались от необходимости воспитывать тебя. А со временем уже и не могли воспитать, потому что находился в плену и стереотипах Ютуба, ТикТока и прочих соцсетей. Мы не умеем жить, мы не умеем делать простых вещей, радоваться, благодарить, осуществлять некоторые целеполагания. Нам совершенно не свойственна дисциплина. И, соответственно, естественно, будут рождаться тысячи, десятки тысяч разных курсов, разных знатоков жизни, которые будут говорить элементарные вещи. Зелёное — это зелёное, красное — это красное. море мокрое, солнце светит, а у тебя всё получится. Главное быть в ресурсе, главное быть в потоке, не забывать ездить на ретвиты, отправлять во Вселенную всевозможные аффирмации, создавать карты желаний, и всё у тебя получится. Я, я, я. Лучше всех, умнее всех. Правильно. Формулируй желание и вперёд. Всё у тебя получится. Люди платят там 30, 40, 60 тысяч. Знаю, некоторые курсы, по полтора миллиона берут. Нам как-то не хватает просто элементарной мотивации, чтобы кто-то тебя одобрил, кто-то тебя поддержал, даже в самых каких-то нелепых с точки зрения экономики, проектах. И как только мы делимся с кем-то своими мечтами, проектами, на что говорят, ой, это слишком сложно, это нереально, да, уже многие начали, ты уже в последний вагон даже не успеешь зайти. Или это что-то новое совершенно, люди это не примут. И думаю, ну да, в принципе, чём я со свиным рылом в калашный ряд лезть. А тут тебе говорят, слушай, всё у тебя получится, ты самый умный, самый красивый, только начни, давай, займись. И ты думаешь, а, а ведь действительно. И вот как-то человек воодушевляется и начинает у него что-то получаться. Ну, ладно, если бы все эти люди, которые говорят за огромные деньги простые банальные вещи, такой себе друг соседнего двора только за 50 тысяч рублей в день. Ладно, если бы они говорили только с точки зрения психологии. Ну, они же все заражены эзотерическими идеями. Тотально. А это уже совершенно антихристианские вещи. Что такое эзотерика? Такая лёгкая бытовая магия. Когда говорят тебе о том, что Вселенная тебе поможет, о том, что добрые мысли сами по себе могут приобрести тебе желаемое, мысли же материальные. Друзья, нафантазируйте мне трактор на приход, нечем снег убирать, что-то сложно. Себе там Феррари нафантазировали, Мальдивы, США нафантазировали, трактор мне нафантазируйте, друзья, я буду очень признателен. Город Масальск, советская, 15А. А большое, а то будете фантазировать, маленькое, и оно у вас не придёт ко мне трактор, придёт Масарати. А зачем мне Масарати? Мне трактора нужно снег убирать. Что, не получается? Потому что так не работает. Не работает, друзья мои, не работает. Почему все эти ковычи так батюшек недолюбливают, все эти марафоны желаний и прочее? Ну, потому что мы говорим, друзья мои, ну, вам за огромные деньги говорят банальщину, а ещё и часто противоречащую вообще не только здравому смыслу, ну и христианству. Потому что, ну как, если религиозного оттенка не будет во всей этой ахинеи, то как же она продастся? Должна быть какая-то мистика обязательно, тайна, сокровенность, потоки, ресурсы, всё это должно быть обязательно. В адекватности надо быть, а не в ресурсе, друзья мои. В адекватности это самый главный психологический добродетель современности. открой книгу о том, как заниматься предпринимательством, ходи на настоящие бизнес-тренинги, а не инфо-цыган, как говорится, а не слушай уже состоявшихся предпринимателей, поговори со священником, которым не в ресурсе, а в теме всего этого. твои вопросы проще разрешить совершенно бесплатно с каким-нибудь хорошим батюшком на приходе, нежели с какой-нибудь инстадивой на ютюбе. И денег сэкономите, и здравомыслия не потеряете. Собственно, всё, что хочу сказать. Но крути, не крути, коучинг профессия сейчас популярная. И всем тем молодым ребятам, и девушкам, может быть, и не сильно молодым, которые заинтересовались этим вопросом, которые понимают, что одно дело инфо-цыганство, другое дело настоящий профессиональный коучинг. То, друзья мои, церковь не против коучинга. Церковь против манипуляций, против шарлатанства, против обмана, против эзотерики, против колдовства, против идеи о том, что Вселенная тебе поможет, а не Господь Бог. и твои родители, друзья, и твое, собственно, усердие и дисциплина. Церковь против глупости, церковь против всего плохого и за все хорошее. Так вот, коучинг сам по себе явление замечательное. И если вы совмещаете коучинг с хорошим знанием профессиональным, психологией человеческой, тоже без эзотерики желательно, без всей этой гуманистической психологии и прочих полуоккультных течений, к сожалению, весьма популярных в современной психологии, настоящей, хорошей, работающей, действительно, не эзотерической психологии, если вы сумеете мотивировать людей правильно, не выжимая просто с них деньги, а помогая им становиться лучше, то, пожалуйста, занимайтесь. Среди моих друзей уже немало ребят, парней, девушек, которые увлеклись этой идеей, слышали когда-то о всем этом инфо-цыганстве, видели, как это просто разрушает человеческую жизнь и загорелись дать людям настоящую мотивацию, не грабя их, и при этом поддерживая каждого из них, психологически, душевно, подбадривая, вселяя смысл в жизни в конечном итоге. Поэтому, если хороший, профессиональный коуч, обладающий несколькими образованиями и, допустим, прошедший специализированные курсы, будет на приходе помощником и священников в сложных вопросах. Вот тебе замечательная реализация этой профессии. Поэтому не гонитесь за популярными инстадивами, которые пользы тебе никакой не принесет. Гонитесь за, если уж хотите, знаниями профессиональными и к тем коучам обращайтесь, которые вам батюшка посоветуют или просто другой христианин, твой друг или подруга, которая знает, что, знаешь, я вот тут прошла курс или вебинар или пообщалась лично и действительно на многие вещи мне человек открыл глаза и это ни в коем случае не противоречит моим христианским убеждениям. Вот такой непростой вопрос, непростой ответ на, казалось бы, простой вопрос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Gosстzar 峰уле 혜еэль, скажем так, не просто Brain